Сегодня я Джек Энфилд. Хочу поговорить с вами о связи между визуализацией и мотивацией и о том, почему создание правильных образов в вашем сознании может повысить вашу мотивацию к достижению всего, что вы можете себе представить. Некоторые люди, когда слышат слово визуализация, думают, что это значит просто сидеть и мечтать. Но это совсем не так. Визуализация – это практика намеренного создания в уме детализированных образов, как неподвижных, так и движущихся, о результатах которых вы хотите достичь. Визуализация – это мощный инструмент, который может помочь вам достичь любой цели. Написание книги, получение повышения, улучшение уровня жизни, погашение своей задолженности, становление финансово независимым, отпуск своей мечты, похудение или улучшение своей игры в гольф. Визуализация поможет вам достичь ваших целей по нескольким причинам. Во-первых, из-за того, что называется структурным напряжением. Это психологический термин для феномена, который происходит в вашем подсознании, когда вы визуализируете что-то, чего не существует или еще не произошло. Когда вы четко визуализируете что-то и генерируете все эмоциональные чувства, которые у вас были бы, если бы вы действительно достигли этой ситуации, вы испытываете те же физиологические реакции организма, как если бы вы действительно жили в ней. До тех пор, пока в вашем подсознании будет это напряжение, между текущей реальностью, где вы находитесь, и той визуализацией, где вы хотите быть, оно будет стремиться разрешить это напряжение. Есть только два способа, которые позволят вам это сделать. Вы можете либо отказаться от цели, либо придумать, как ее достичь. Поэтому, если вы сделаете ежедневной дисциплиной представление о том, что конечный результат уже достигнут, как чистка зубов каждый день, вы обнаружите, что принимаете решение и предпринимаете действия, которые двигают вас в направлении цели. Даже если вы сознательно не замечаете этого. К примеру, допустим, вы мечтаете прожить в Австралии целый год. Вы представляете себе, как садитесь самолет, находите хорошее место для жизни на пляже, проводите свой день занимаясь серфингом и заводя друзей среди местных жителей. Каждый день вы находите время, чтобы представить себя живущим жизнью мечты в Австралии. Вы представляете то, что будете чувствовать, как это будет выглядеть, как будет звучать прибой, как будет пахнуть воздух и так далее. И прежде чем вы это осознаете, вы начнете получать творческие идеи о том, как сделать эту мечту реальностью. Вы обнаруживаете, что предпринимаете действия и принимаете решения, которые помогут вам добраться до Австралии. Вы проводите свой обеденный перерыв, исследуя возможности трудоустройства в Австралии и то, что вам нужно сделать, чтобы получить визу. Вы начинаете замечать, что все больше людей вокруг вас говорят с австралийским акцентом. И в итоге вы обнаруживаете, что завязываете с ними разговор. Как результат, вы заводите больше австралийских друзей и налаживаете связи с людьми, которые могут помочь вам достигнуть ваших целей. Вы обнаруживаете, что начинаете откладывать деньги на свой большой шаг, и вы пользуетесь возникшей возможностью. И все, что вы делаете, ведет вас все ближе и ближе к вашей мечте. Почему? Потому что структурное напряжение создаст мотивацию для того, чтобы действительно предпринять нужные действия. Это поможет вам сохранить мотивацию, даже когда вы сталкиваетесь с препятствиями и вызовами. И самое замечательное, что визуализация – это довольно простой навык, которым можно владеть, и вы можете сделать это практически где угодно. Вы можете визуализировать у себя дома, на работе, в автобусе, сидя в парке, совершенно в любом месте. Вы можете посидеть несколько минут за этим занятием, не слишком отвлекаясь от текущей жизни. Все, что вам нужно сделать – это закрыть глаза и представить себя переживающим желаемый результат. Какие цели вы хотите достичь? Как выглядит ваша жизнь? Когда вы их достигаете? Где вы будете находиться? Как ваше окружение будет выглядеть? Как это будет ощущаться? Какие звуки вы будете слышать? Каково оно будет на запах и вкус? Ваша визуализация может быть создана в виде фильма в вашей голове. Вы можете даже представить себе, что сидите в театре и смотрите пьесу или фильм на экране. Или же это может быть похоже на сон или видеоигру, где вы являетесь частью действия. Тем не менее, когда вы представляете ваше видение, погружаетесь в него так глубоко, как можете, чтобы каждая деталь была как можно более ясной, будто четкий план или просто какая-то задумка или мысль. Занимайтесь этой практикой каждый день. Первым делом утром, сразу после того, как вы встаете. И прямо перед тем, как ложитесь спать ночью. Это два самых лучших времени дня. Когда вы ложитесь спать с вашими целями, твердо зафиксированными в уме, то даете подсознанию материал для работы и выяснение того, как это осуществить, пока вы спите. Вы обнаружите, что просыпаетесь и начинайте свой день кристально ясно, сознанием того, каковы ваши цели и приоритеты. Как только вы сделаете визуализацию неотъемлемой частью своего дня, вам будет намного легче оставаться мотивированными и сосредоточенными, когда вы будете работать над созданием своей идеальной жизни и воплощением всех своих мечтаний. Поэтому я призываю вас взять на себя обязательство делать это каждый день в течение 30 дней подряд. Я гарантирую, что если вы сделаете это, то начнете видеть результаты. Спасибо за просмотр! Надеемся, вам понравилось увиденное. Если да, то ставьте лайк и поделитесь своим мнением в комментариях. Если хотите получать больше подобной информации, подписывайтесь на канал и нажимайте на кнопку колокольчик. Успехов вам и процветания! Продолжение следует... Продолжение следует...